Приветствую вас и вопрос, который вы задаете достаточно тонкий, мне бы хотелось тщательно подобрать слова для того, чтобы ответить на него. Значит, начнём мы, пожалуй, с самого конца, там, где вы спрашиваете, что это вообще за ситуация, и скажем достаточно чётко, что мужчина, с которым у вас отношения. То есть, по сути, это ваш любовник, потому что вы встречаете женатого мужчину и сами замуж. Значит, это ваш любовник. Так вот, ситуация, которая с вами происходит сейчас, это та ситуация, при которой мужчина, по сути дела, и использует вас как любовницу. То есть, как человека, которого можно отодвинуть на задний план. Человек, который не является чем-то важным для него. Да, это на самом деле действительно очень неприятно, это на самом деле действительно очень отскорбительно даже, я бы сказал, для вас. Но, понимаете, в чём дело, когда вы начали встречаться с женатым мужчиной, то вам уже нужно было вот это, как бы это сказать, лучше предвидеть, что ли. Потому что мужчина с вами встречается, будучи женатым, и вы встречаетесь с ним, будучи замужем. Я не собираюсь вас обвинять в том, что вы делаете. Я не собираюсь говорить вам, что вы живёте неправильно и так далее. Это, знаете, оценочные свыждения. Я, как бы, не хотел бы ими заниматься. Я просто хочу сказать о том, что вы, по сути, получаете от него то, что, собственно, может дать мужчина, который общается именно с женщиной, как с любовницей. То есть вы для него на втором плане. И, соответственно, он считает, что вы в любом случае будете с ним, он считает, что вы в любом случае останетесь с ним, что вы никуда не денетесь, что вы, ну, не даетесь в нём, а он вам, в сути дела, даёт то, что, как бы, вам нужно. И поэтому, поэтому, ну, собственно, вы и будете с ним находиться. Вполне вероятно, что мужчина с вами удовлетворяет лишь только определённые потребности. Определённые потребности. Какие-то. То есть у него к вам есть определённые чувства, но эти чувства связаны только лишь с бобребностями и не более того. И вот мужчина удовлетворяет с вами эти бобребности, и, в принципе, ему больше от вас ничего не надо. То есть если раньше был какой-то эффект, там, я не знаю, эффект новизны, если раньше у вас была какая-то страсть, да, то сейчас, понятно, что это всё возьмёт своего привычка, мужчина просто откровенно вас использует. То, что он вас использует, конечно, не есть хорошо. То, что он вас использует, конечно, плохо для вас, и вам это неприятно. Я очень хорошо это понимаю, что вам неприятно. Но ситуация ваша, она нестандартна, я бы сказал, она нестандартна тем, что вы как бы сами себя обрекли на вот такое отношение к себе. Вы позволили мужчине так к себе относиться. Вопрос, который я хочу вам задать, заключается в следующем. Значит, почему вы, почему вы позволили себе встречаться с женатым мужчиной, будучи замужем тоже, то есть, по сути дела, вы позволили поставить себя на второе место для мужчин. То есть, вы как бы сказали ему, своему любовнику, слышь, ты можешь поставить меня на второе место, я буду второй после твоих жен. И мужчина вас услышал, услышал он вас, я думаю, прекрасно, понял он вас хорошо. И теперь, теперь, по сути, он это и делает. Он ставит вас на второе место. И вот, собственно, возникает вопрос, как же вы позволили к себе так относиться к мужчинам? Как же вы для начала сами к себе начали относиться так, сами к себе начали относиться так, что для себя сделали возмущенным подобное поведение, подобное отношение, подобное вообще, как бы, подобное позиционирование себя в данных отношениях с мужчиной. То есть, у вас есть вот этот, вот этот вот, я бы сказал, у вас есть вот этот вот момент, этот неприятный момент, этот непонятный момент для вас, потому что, ну, объективно, объективно, вот, так быть не надо. Соответственно, почему вы вообще выбрали себе отношения с любовником? Почему вы считаете для себя возможным выходом? какие вы преследовали цели, когда поступали в связь с женатым мужчиной, при этом не желая его уходить из семьи и сами уходить из семьи также не желают? То есть, если вы хотели сохранить свои, каждой своей семьи, значит, по сути, вы для каких-то своих желаний начали встречаться друг с другом? Мужчина вот свои желания удовлетворяет, мужчина как-то вообще даже ни о чем не переживает, судя по всему, мужчина вообще-то говоря, вроде бы как все устраивает, ему все нравится, не устраивает, только вас. И вам не хватает внимания. Но вы изначально выбрали неправильное, неправильный способ, неправильное средство для его получения, к сожалению. И вот именно об этом, именно в этом ключе вам и нужно размышлять. Именно в этом ключе вам и нужно двигаться на данный момент. Почему? Ситуация достаточно проста. У вас не получается отношения с мужем, у вас не получаются отношения с другом, они у вас чем-то, я бы сказал, немного бедные, они у вас чем-то, они вас чем-то не устраивают эти отношения, и вы нуждаетесь вот в замене, вы нуждаетесь в получении того, чего вам не хватает. Но лучше на самом деле, здесь лучше для вас, лучше, чтобы эта ситуация все-таки прекратилась, лучше, чтобы она перестала как-то вас напрягать, чтобы она перестала вас беспокоить, чтобы вы не приучали саму себя к тому, что вы на втором месте для мужчины, лучше вам подумать, а что не так с вашим мужем. Ведь если вы завели любовника, значит, с ним у вас есть проблемы, почему вы эти проблемы не хотите решать, почему вы продолжаете быть изминут любовником, во все это дело принижая себя и ущемляя себя в правах. Вы достойны того, чтобы быть на первом месте для своего мужчины. Не важно какого. И вот об этом вам и нужно в первую очередь подумать. Об этом вам и нужно в первую очередь начинать работать. В этом направлении вам нужно двигаться. Понимаете, изначально ваш любовник вас воспринимал как средство для своего развлечения. И так он вас и видит. Так он продолжает вас видеть. И требовать от него того, чтобы наделял вам больше внимания, ну, пожалуй, бессмысленно. Потому что ваши отношения изначально таковы, что они являются достаточно непринужденными и как бы изначально без обязательств. Вот об этом я вам и хотел сказать. И чтобы ситуация исправилась, чтобы ситуация перестала быть вот такой, вам нужно по сути выйти из отношений с вашим мужем или гармонизировать их, то есть реанимировать, сделать их целиком и полностью вас удовлетворяющими, либо закончить отношения с мужем, развести и уйти из семьи, потому что с ним вынесчастливы, и потребовать того же, например, своего любовника, если бы он принадлежал только вам. Либо строить новые отношения уже с другими мужчинами, с другим мужчиной, чтобы быть для него единственным и неповторимым. По сути, вот именно это то, что вам нужно сделать. По сути, для вас это единственный выход из ситуации, которую вы описали. Может быть, вам это не понравится, но отвечая еще раз на ваш вопрос, все это для ситуации. Можно сказать, что это ситуация, когда человек, в данном случае это ваш любовник, четко осознает, что он представляет для вас, кто он для вас и кто вы для него. И вот его восприятие отношений позволяет ему так себя вести и этого уже не изменить. Если вы хотите иметь этого, если вы хотите внимания, если вы хотите вам прикручиваться, если вы хотите взаимные поддержки и так далее, то это нужно искать не в отношениях с любовником. Это нужно искать в другом месте. С кем, я думаю, я уже вам достаточно полно об этом сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы вам остались, буду рад помочь вам пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете всего лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok